Ребята попали с корабля на бал. После многочасового перелета им устроили многочасовую разминку. Пешая экскурсия по центру города. Барнаул встретил гостей солнышком. Микосибирский обманчивый марк сразу же взбодрил немецких школьников. Здесь минус 11 градусов. Я выхожу в самолете и было очень холодно. Маршрут экскурсии разрабатывали совместно с городским отделом по туризму. В программе главные улицы краевой столицы, культурные и образовательные учреждения. Первая остановка – площадь Сахарова, где школьникам из Германии рассказывают сразу о нескольких достопримечательностях. Театр драмы, дворец спорта и администрация Алтайского края. Центральное управляющее учреждение нашего края. Несмотря на то, что для гостей работает переводчик, многие из ребят и так понимают, о чем речь. К завершению своего пребывания, отмечает принимающая сторона, они будут говорить на русском не хуже нас с вами. Главное – это общение, это диалог культур. Главная наша задача взрослых – это чтобы дети поняли, что мы говорим на одном языке. Это язык дружбы, любви, взаимопонимания и доверия. Эмили и Кристина дружат уже четыре года и понимают друг друга с полуслова. Эмили в Бурнауле впервые, поскольку она и другие ребята приехали из немецкого городка, который по численности почти в 20 раз меньше нашего, то первые впечатления краевой столицы – большая и много снега. Я хочу, потому что это мне интересно и мне интересуются другие культуры. Начнем с того, что у нас одно любимое занятие. Мы занимаемся конным спортом, ну, также языки хотим знать, эмили русский, я хочу немецкий знать побольше. Это уже не первый школьный обмен. Сотрудничество с гимназией Бауцена началось пять лет назад. С тех пор примерно раз в год школьники встречают у себя на родине сверстников. В этот раз тема обмена – спорт. Две недели ребятам предстоит работать и отдыхать в Бурнауле. И несмотря на прохладную погоду, организаторы обещают устроить по-настоящему теплый прием. Лариса Куренкова, Александр Антропов, информационный канал «Город». Лариса Куренкова, Александр Антропов.